То есть это зависит от человека, бывают исключения, но когда мы используем методики, то мы с вами вынуждены ориентироваться на статистическую вероятность, потому что если мы будем думать, что вдруг в данный момент на данном участке земное пространство не будет работать закон семерного тяготения, то мы не сдвинемся с места. Это надо хорошо понимать. Всегда есть возможность, а вдруг? Но если мы опираемся на такую серьезную статистику, то надо предполагать, что в данном случае скорее всего будет эта закономерность. Это, например, бронзовское движение, все мы когда-то в школе его изучали, и там есть хаотическое движение молекул. Почему предметы остаются на месте? Потому что разность векторная, она примерно одинакова. С другой стороны, обычно пишут, что существует некая вероятность, что молекула направится куда-то вдруг в одну сторону, но эта ручка вдруг поедет по столу. Но если мы ее подбросим вверх, то скорее всего сработает закон семерного тяготения, а вот это совпадение, что вдруг в момент высшей точки бронзовское движение поднимет это вверх, практически можно не учитывать. Хотя примерно так. Поэтому практика показывает, что на статистику можно очень смело опираться. И когда мы говорим о лидерстве, о межличностной коммуникации, безусловно, мы всегда должны держать в фокусе человека, с которым работаем, но при этом не бояться, а вдруг в данном месте не сработает статистика. Я расскажу об этом более подробно, так что за статистику можете быть спокойнее. Значит, вот мы распределили с вами процентные ставки. Не хотите ставку сделать? Значит, мы задали вопрос. Значит, в коммуникациях всегда присутствует уровень роли, логики, что происходит, да? И уровень личности, как это происходит. Мы сейчас разбросали ставки. Все сделали. Сколько процентов на роль, сколько на личности, 100%? Ваша ставка. Роль, это что происходит? Вот, например, я сейчас роль ведущий семинара, а у вас роль слушатель. В данный момент. При этом у вас есть роль, например, директора или президента управляющей компании, но она сейчас, ну, как бы, неактивна. Ролей много? Нет, при роли она есть, при личности ее нет. Ну, вы сейчас рассматриваете такую ситуацию? Я сейчас рассматриваю любую коммуникацию. А, вот, понял. Я рассматриваю ситуацию, когда у любого человека есть выбор из двух разговаривающих сказать да или нет. То есть, так называемый, свободный контакт. Ну, я думаю, 90 на 10. 90 личностей, 10 логики, если вы подробно понимаете. Да. 90 личностей. Ага. Есть. Ставки сделаны. Теперь расскажу, как это обстоит дело на самом деле. Значит, на самом деле проценты распределяются так. 7, 93. Чья ставка 90-10 ближе? Ваша? Ну, вот так вот коллега попал здесь. Да, 95. Ну, что ж, двух победителей можно поздравить. Аплодисменты, пожалуйста, коллегам. Чья 95 ставка была? Ваша? Ну, вот. В свободном контакте, когда каждый из участников имеет возможность сказать да или нет, 93% эффективности коммуникации определяет именно личностный уровень, не относящийся к роли. Кстати, из-за чего летят многие продажи, да, что продавец пытается действовать на уровне ролевом, не выстроив уровень личностный. А ролевой уровень это сайз и прайс, это ассортимент, цены, описание продукта, да, это все ролевой уровень. То есть это относящийся к форме встречи, но никак не относящийся к межличностным контактам. И, ну, но это в свободном контакте. А когда мы говорим об управлении, как вы думаете, что добавляется к ролевому уровню? Вот мы берем компанию, да, роль, допустим, я руководитель отдела, да, вы мои подчиненные. Это ролевой уровень. Что еще, как бы, подкрепляет ролевой уровень? А чем определяется субординация? Нет, а субординация определяется иерархией передачи информации в принятии. То есть, иными словами, ролевой уровень подкрепляет вся система корпоративного управления. Да, если она есть, а если ее нету, то не подкрепляет. То есть, иными словами, за ролью стоит, в общем-то, уровень регламентов всегда, да. То есть, а мы говорили с вами, регламенты это стратегия, регламенты это структура, регламенты это всякого рода должностные обязанности и иные описания. То есть, за ролью, да, всегда стоит кристаллическая решетка, вот такая, да. Или не стоит. Вопрос, насколько эта решетка работает. Да, насколько она выстроена. Мы с вами говорили уже, мы занимаемся четвертый день для новых, да. Мы с вами говорили уже, что во многих компаниях эта решетка отсутствует как класс. То есть, вернее, как она присутствует, но в декоративном виде. Она находится в различных фолиантах, там, в тех или иных формулярах, но на поведение сотрудников большого влияния не оказывает, да. Сотрудники работают так, как им представляется с точки зрения здравого смысла, правильным и нужным. Ну, я уже беру степень крайнего хаоса, да. При этом часто на пульс в компании, но не в соответствии с регламентами, да. При этом регламенты практически не учитываются или не берутся в голову. И по регламентам, мы говорили, нельзя отследить вообще, кто, вот если что-то не так, кто, что не так сделал, да. Непонятно, кто, что не так сделал. Вроде все-все делали так, почему же результата нет, тоже непонятно. Значит, и вот такой. Значит, в итоге 7%, да, это ролевой уровень. А из чего же складывается уровень личности? Значит, ролевой уровень определяется, как мы сказали уже, полномочиями должностными, названием должности, корпоративной структуры, иерархией, прочее, прочее, прочее. Чем же определяется уровень личности? Вот эти, как раскладывается, это 93%. Как они передаются в пространстве, да. Как оказывается воздействие на личностном уровне? Каким образом, да, какими непонятными флюидами, откуда одна личность получает представление о другой личности? Каким образом эта самая личность ее оценивает? Значит, оказывается, распределяется это так. 55% это невербальное поведение. То есть, наверняка вы сталкивались с этим термином, невербальное, не речевое, это сигналы тела. И 38% это... Да, конечно. Я сегодня подготовил, только забыл отдать. 38% это оформление речи. Значит, 55% то, что видит глаз, будем считать, что это глаз. И 38% это оформление речи. То есть, то, что слышит ухо. Значит, одна личность получает впечатление от другой личности на 55% с помощью визуального контакта и на 38% с помощью акустической информации. Ну, именно оформление речи. Содержание же речи только 7%. То есть, содержание важного, да, без 7% 100% не будет, да. Но это определяет всего лишь 7%. ... Продолжение следует...